А сейчас мы с вами находимся в Эльгуне. Маленькая, вот эта красивая, смотрите, какая шляпка. Я наконец-то нашла себе красивые вещи. Эльгуна – это, по сути, жилой комплекс. Посмотрите, насколько чистые, ухоженные пляжи. За что люблю Египет, так за то, что вода везде кристально чистая. Ребят, мы с вами приехали сейчас в Даунтаун. Мне очень нравится, смотри, какое стекло. Привет всем, мои дорогие. У меня на канале уже много видео про Хургаду. И я обещала вам в одном из видео, что мы приедем с вами в Эльгуну. Эльгуна – это один из районов, считается, один из наилучших районов, который по стоимости аренды считается на первом месте в этой, так скажем, местности. После этого идет Сахальхашиш, где я живу. А сейчас мы с вами находимся в Эльгуне. Что такое Эльгуна? Она хороша тем, что здесь огромное количество каналов, огромное количество кафешек и несколько достопримечательностей. Одна из них – это Марина, потом Марина Нью, вот это порт, даунтаун и небольшая площадь. Ну и, конечно, большое количество кафешек и высокая цена. И много-много красивых яхт. В принципе, я думала, что яхт в Египте не бывает таких красивых. Но они, оказывается, есть. И если вы хотите посмотреть вообще больше про Египет, про Хургаду, то обязательно подписывайтесь на мой канал, активируйте колокольчик, и вы будете в курсе всех моих новых видео и новых путешествий. Пойдем? Маленькая, вот эта красивая, смотрите, какая шляпка. Ну, я думаю, тоже будет маленькая. Да, маленькая. Ты сними эту свою, а зажим сними. Заколочку снять? Да, конечно. И тебе подходят эти поля. К платьишку, да? Да, поля очень хорошие. Покажитесь. Надо какую-то посмотреть. Может быть, есть еще побольше какая-нибудь? О! А Уфнай выбирает себе одежду. Ну, я наконец-то нашла себе красивые вещи. I want to try. Иль Гуна – это, по сути, жилой комплекс. И посмотрите, какие яхты здесь стоят. Очень красивые. И это только один канал. На самом деле, мы прошли достаточно большое количество каналов. И стоят как маленькие, так и очень большие, очень современные, дорогие яхты. Причем с разными-разными флагами. Панамские флаги, английские. То есть здесь огромное количество разных яхт. Сейчас февраль, низкий сезон. Поэтому здесь не так много туристов. Но когда будет апрель-май, сюда поедут богатые египтяне. Потому что большинство вилл, которые здесь принадлежат, либо принадлежат очень богатым иностранцам, либо богатым египтянам. Так же, как у нас в Ахальхашиши. Огромное количество вилл пустует. Туда приезжают семьи. А на неделю, раз в два, в три месяца. Ира отдохнуть. Так же здесь. И поэтому этот город наполовину мертвый, наполовину живой. И оживает он в самый сезон, когда наступает жара. Поэтому, ребят, если вы хотите насладиться и тишиной прогуляться, и спокойно, чтобы никто вам не мешал, то лучше всего, конечно, ехать зимний период. Но если вы хотите каких-то красивых, интересных вечеринок, то это нужно ехать в самый сезон. Здесь проходит огромное количество вечеринок, разных партий. Пати, как их это правильно сказать. Потому что именно здесь сосредоточились все богатые люди, хургады и близлежащих городов. Сейчас мы на одном из пляжей Эльгуна. Посмотрите, насколько чистые, ухоженные пляжи. Это, конечно, редкость для Египта. Потому что в основном все пляжи достаточно, ну, такие неухоженные, не оборудованные. А здесь даже детская площадка есть, кафе. По сути, он мне очень сильно напоминает какой-то, не знаю, азиатский пляж. Достаточно интересно. Но, честно скажу, Эльгуна, она такая интересная. Хотела бы я здесь жить? Наверное, нет. Слишком много народу, слишком много активностей. Если бы я здесь нашла какую-нибудь удаленную вилочку, чтобы выезжать сюда, то, наверное, да. Поэтому на зимовку я бы хотела рассмотреть сейчас варианты вилл. Но, опять же, зима в Египте холодная. Ребят, я не знаю, как сюда приезжают. Очень многие на зимовку любят. Видимо, мы избалованы Бали, Вьетнамом, Индией, где тепло. Даже на Гоа, ведь в январе холодно. По крайней мере, пока самые теплые страны для меня на зимовку были Бали и Доминикана. Возможно, Мексика. В Мексике, кстати, не была Куба. Поэтому в следующую зиму будем встречать где-то там. За что люблю Египет, так за то, что вода везде кристально чистая. Посмотрите, какая гладь, насколько красиво. Море переливается разными цветами. Очень красиво. Именно вот это даёт мне силы. А какое ваше место силы? Вы нашли своё место силы? Моё место силы – это вода. Это спокойное море. Океан для меня слишком бурный. Я помню, когда я была на Яве, и волны разбивались. Это очень красиво. Но для меня это не успокаивающее зрелище. Меня успокаивает вот такая тихая вода. Когда волны, ощущение, как будто море волнуется, море испытывает недовольство. Это моя аллегория. А какая аллегория у вас? Расскажите в комментариях. Ребят, мы с вами приехали сейчас в Даунтаун. Смотрите, какая красивая площадь, где огромное количество кафешек. Мне очень нравится. Смотри, какое стекло. Здесь ракушечки. Очень красивые. А здесь мы вышли с вами на пешеходную улицу. Здесь не ездят ни машинки, даже ни гольф-кары. И можно погулять спокойно. Одна из достопримечательностей. Это смотрите, какие холеные коты. Очень холеные. Смотрите, какие кафешки. Очень красиво украшены. Разнообразные. На самом деле, мне очень нравится здесь. Вот здесь мне нравится. Почему я так удивляюсь? Потому что у нас в Сахальхашиши три всего лишь кафешки на весь наш Сахальхашиш. В Хургаде нормальные кафе, только на Марине. И вот есть там ряд небольших кафе, ресторанов. Но вот так вот, что все красивенько, так уютненько. Это я первый раз встречаю в Египте. Даже в Шарме, согласись, в Урал особо нет каких-то таких заведений европейского класса. Ну, конечно, здесь отдыхают и покупают жилье достаточно обеспеченные люди. Поэтому, если вы хотите отдыхать и иметь вкусную еду, красивые места, то вам в Эльгуну. Если в Сахальхашиши мы передвигаемся в основном на гольфкарах, то здесь, смотрите, тук-туки, как в Индии. Это такое распространенное. Кстати, я здесь гольфкаров не видела. Гольфкары это в основном сахальхашишевская тема. Поэтому здесь больше такие рикши. И это как такси местные. Кончился наш краткий обзор по одному из лучших комплексов Эльгуна. И, конечно, здесь много мест, которых бы хотелось показать, но в более солнечную погоду. Здесь есть кайт-клуб. Здесь огромное количество разных активностей, именно морских. Но это можно найти на любом побережье. Поэтому, в принципе, мы не будем вам показывать какие-то морские активности. Мы их покажем отдельным роликом. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Активируйте колокольчик. И вы будете в курсе, где я путешествую, что интересного и нового я увидела. И я думаю, вам будет интересно. С любовью, ваша Алтынай. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!